И так, ну что ж, арияру, мои маленькие любители, покушать и всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и это великолепный финал сборочки Майнкрафт с модом Грейт. За кадром, как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие изменения, и сейчас обо всём по порядку. И да, вы не ослышались, это именно, надеюсь, что по крайней мере финал этой сборочки, и надеюсь, что в этой главе у нас получится улететь. Так, первое, что у нас здесь происходит, это сортировка углеводов, это закончил эту линию квестов, и всё у нас замечательно, как бы мы и в прошлой серии её выполнили, просто я сейчас здесь её для галочки выполнил. Дальше я вот здесь вот построил такую небольшую систему по получению шариков материи, то есть банально у нас здесь есть вулканические прессы, которые генерируют булыжник, весь булыжник благодаря вот этим трубам и модулю высокого пояса попадает в конденсатор материи, в конденсаторе материи благодаря ячейке 4К это всё у нас конденсируется. Шарики с материи, и это просто здесь существует, и пока оно здесь есть. Также я уже сделал некоторые подготовки здесь, построил чашу всполоха и чашу, и для получения матерчатого пластика нам нужно вот эти шарики с материи благодаря горелке всполоха и торту всполоха преобразовывать в матерчатый пластик. И эта вся система банально здесь нужна для получения этого матерчатого пластика, но для него необходимы нам только горелки всполоха. За кадром я тоже занимался и этим, ведь для их получения не нужно по факту ничего такого сверхординального. У нас здесь есть всего 3 ингредиента, обычный сахар, который мы получаем при дроблении незерака, и всё это должно прессоваться благодаря обычному прессу. Получаются у нас такие пресс-формы для тортиков, они заливаются благодаря лаве, и получаются торты всполоха. Достаточно очень простая схема, и я просто не видел необходимости строить это во серии. Ну и также по законам жанра мне просто необходимы были яйца, в связи с этим я здесь построил такую небольшую ферму курей, которые приносят эти самые яички. И сейчас можно попробовать взять стак вот этих вот тортов всполоха, пробовать это сейчас в автоматическом режиме запихнуть, и у нас крафт пошёл, это замечательно. Только по-хорошему бы мне запитать вот эту вот кинетическую машину побыстрее, чтобы это всё работало быстрее, чтобы горелка всполоха у нас не использовалась так медленно, ну ладно. Главное, что матерщик и пластик мы здесь получаем, и рука, которая здесь существует, нужна только для того, чтобы поставлять эти тортики в горелку всполоха. Пока что я не отрегулировал здесь режим, но судя по всему, это должно быть очень медленно. Итак, минимальный режим, пускай это работает, хотя бы так. Не знаю, как сделать ещё медленнее систему, можно здесь ещё как-то сделать замедление, но не вижу смысла в этом особо заморачиваться. Главное, что это у нас работает, прессуется, тут 6 стаков ещё останется, и пока что я думаю этого хватит. По квестам, получается, мы эти самые матерчатые пластики забираем, и квест тем самым выполняем. Теперь нам нужно сделать 4 вещи. Это костюм, он делается, получается, на механическом создании, достаточно легко, как я погляжу. Нам нужен только пластик, листы и золото, да? Ну а есть тут ещё шлем для дайвинга, который тоже очень легко крафтится. А для брони нужен медный баллон, который крафтится, ну тоже достаточно легко. Можно пойти как раз за этими инструментами, пока там у нас в полуавтоматическом режиме производится весь этот матерчатый пластик. Медный баллон получаем, а также шлем для дайвинга. Итак, получается, у нас всё готово для того, чтобы реализовать всю эту систему. Нам, получается, вот такая вот схема здесь нужна. Туда мы должны поместить золотые листья, сюда пластик, а сюда какой-то из этих 4 предметов, и должно это всё крутиться. Да, всё пошло создаваться, это замечательно. Итак, мы должны получить сейчас сначала шлем, затем кирасу, потом штаны и ботинки. Получается, вот теперь у нас есть полный сет костюма для выхода в открытый космос. Дальше нужно зарядник для топлива и ёмкость с кислородом. То есть мне нужно как-то кислород здесь добывать. Я надеюсь, что не цинк плюс медь и вода, ибо очень сильно не хочется использовать этот крафт здесь. Ну ладно, сейчас же, прежде чем приступить к этому, я бы хотел здесь забрать весь оставшийся пластик, который у нас здесь есть, и разместить его на верстаке создания. Потому что уже здесь практически всё готово для того, чтобы мы сделали вот этот вот самый большой крафт, который здесь заступен у нас. И всё это пошло создаваться, по идее. Даже очень быстро и оперативно. И мы получаем как раз вот этот необходимый нас пускатель, получается, или как это называется правильно. То есть нам нужно будет здесь разместить стартовую площадку, потом разместить этот как раз пускатель. Никогда не разбирался с модом A20 Tracker 3, но видел его описание, и надеемся, что получится это всё реализовать. Так, получается, мы идём за портом газовой зарядки, да? Зарядку мы делаем. Так, получается, для кислорода мы делаем систему по смешиванию. Хорошо. У нас тут крутящийся момент есть. Я думаю, ничего сложного и серьёзного здесь у нас не будет. Пока что это разместим так, с такой скоростью. Я не думаю пока что, что мне здесь нужен больше крутящийся момент. Теперь я хочу разместить здесь вот такую систему. При идее, при разделении мы также будем получать водород, который тоже нужен в танках с водородом. Получается так, что у нас здесь в любом случае стоят две помпы. Только одна будет с кислородом и будет вести у нас куда-то туда. И всё это будет помещаться в дозатор. А дозатор будет размещен над какой-нибудь импровизированной конвейерной линией. А здесь, получается, будет у нас стоять аннулятор, в который будет попадать весь ненужный нам водород. Но пока что я не думаю, что в этом есть особая такая необходимость. Сейчас мы помещаем сюда, получается, ёмкость с водой и по 16 штучек того и того материала. Реакция должна была пойти и пошла бы, если бы я предварительно разместил горелку с полоха. Вот она горелка. Так же, как и здесь, я в неё размещаю руку. Теперь в эту руку нужно отсюда передать вращение. Всё готово и, конечно же, нужно сюда эти самые пироги разместить. Руку дали, сейчас он запитает, по идее, его. Гореть пошло и реакция должна была пойти. Только почему-то она не идёт и не пойму, что не так. Угу. Требования к скорости, да? Ну, как я этого исследовал ожидать? Сейчас её недостаточно. Надо сейчас ускоряться, значит. Подключил я вот по такой системе и всё это пошло вращаться, наконец-то. Надо также сюда вот нам вывести какой-нибудь момент, чтобы и конвейерная линия у нас крутилась. Теперь готово. И, конечно же, у нас сейчас ничего не будет идти, потому что у нас здесь есть вода, кислород и водород. И нам нужно сейчас постепенно от этого всего избавиться. Водород и кислород, по идее, мы здесь забрали. И я надеюсь, что благодаря вот этим вот фильтрам они будут нормально фильтроваться здесь. Иначе это будет очень всё нехорошо. Теперь эту систему нужно запустить, и это будет сделать легко благодаря вот таким вот шестерёночкам. Всё, я подключил. Включаю здесь себе воду. И должно это, надеюсь, пойти. Я тут обнаружил очень большую беду. К сожалению, такой режим сортировки не работает у нас. То есть вот эти фильтры не работают. Я думаю, что когда мы придумаем, зачем нам нужны ёмкости с водородом, мы обязательно эту всю систему сделаем. И уберём из этой системы ненужные аннуляторы. И будем надеяться, что квест у нас выполнен. Наконец-то я забрал здесь себе 4 ёмкости с кислородом. Сортосплохо, я думаю, даже можно будет убрать на место. Сомневаюсь, что мне потребуют здесь такие гигантские количества этого самого кислорода, учитывая то, что уже конец сборочки. Получается, вот этот квест мы тоже выполняем с вами. Теперь же нам нужно сделать 4 блока, пусковую площадку, пусковую башню и сборщик ракеты. Для этого потребуются нам опять механические крафтеры, но это достаточно легко, учитывая то, что здесь у меня есть необходимое количество. Нам для этого потребуются подмосты. Жесть. А, ну их можно хотя бы купить. Иначе я бы очень удивился, если бы мне потребовалось реально идти искать бамбук. Хотя и бамбук тут я могу купить. Я не могу здесь подмосты сами найти, просто давайте купим бамбук. Его не то, чтобы очень сложно было бы купить. И назначаем здесь его на производство. Хорошо, что я предварительно очень сильно заморочился с необходимым количеством денег. И чтобы проблем с покупкой сейчас абсолютно никаких не было. Я не знаю, сколько мне нужно, поэтому сделаем немножечко с запасом. Также мне потребуются здесь утяжеленные каменные кирпичи. Это спрессованный камень, но для этого нужно переплавить для начала камень. Для ассемблера у нас почти все готово, кроме как пустой схемы, которая крафтится по факту только из голубого красителя. Ну а голубой краситель получить у нас легче легкого. Сборочную систему, получается, создаем. Утяжеленные кирпичи тоже мы создаем с вами. И сейчас это все объединяем. Получается, вот этот пункт тоже мы с вами выполнили. И здесь доступна новая схема. Так, получается, мы даже можем начать размещение. Ну давайте разместим, расспросят. Получается, она вот здесь вот схема для рендера. И здесь нам предлагают разместить ее 5 на 5. Ну, не будем спорить, и разместим 5 на 5. Дальше, получается, нам нужно разместить эти подмосты в количестве 6 штук. Плюс еще ассемблер, наверное. Сборщик ракеты. Получается, это вот этот вот блок. Я все правильно понимаю. Теперь ракета может быть построена в эти границы. Но дальше ждет уже самая сборка этой ракеты. Пока что мы до этого не дошли. Вот она, получается, сборка. Установить стартовую площадку, наступило время построить наш первый космический корабль. Нам, получается, нужны реактивные турбины, топливные системы и сиденья. Ну, а сиденья же крафтятся достаточно легко. Белое сиденье мы получаем. Дальше топливные баки. 4 ускорителя. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 топливных баков. Потребуются нам горелки всполоха, да? Я, конечно, думал, что мне потребуется горелок всполоха достаточно большого количества. Но не настолько же. Что ж, сейчас придется идти в ад собирать этих всполохов. Горелки всполоха я собрал. И останется только сейчас собрать ракету. Так, получается, это вот так вот должно размещено быть. Ускорители. Топливные резервуары. Получается, сюда сиденье. Сюда компьютер. Меня, если честно, уже немножечко напрягает. То, что второй раз уже у меня сборочка вылетает. Когда я пытаюсь разобраться с этим модом на продвинутое ракетстроение. Только я зашел в этот интерфейс и сразу все вылетело. Надеюсь, это единичная акция. И это не будет слишком часто повторяться. Получается, я вот... Пока что я вот в таком режиме ракету завершил. Все сугубо по гайдам. Теперь мне нужно здесь разместить, получается, стекло. Только, как я понимаю, оно не обязательно, но все же. Получается, дальше здесь заправочная станция. И инваровые флюид гейты. Вот они. Если я все правильно понимаю, они у нас переносят энергию. Только, естественно, для начала нам нужно сделать заправочную станцию. А-а-а! Я не то сиденье сделал, прошу прощения. Оказывается, я сделал здесь не то сиденье. Я просто, получается, сиденье сделал, а нужно какое-то особенное сиденье. Сейчас я исправим. Вот оно. Сиденье ракеты. Останется только вот этот вот пункт. Это, получается, как раз загрузочная станция. Которая, как раз, тоже достаточно просто. И получается, соединяющее устройство. Я никогда не играл с этим модом, так что можете меня даже не спрашивать о некоторых нюансах, которых я и сам не знаю. Получается, для топливной системы тоже должно быть все готово. Бам-бам, бам, бам-бам-бам-бам-бам. Загрузчик топливный мы сделали. Сейчас сюда подведем, конечно же, энергию. Не стоит об этом забывать. Сюда, получается, ставлю загрузчик. Опять вылет. Да серьезно. Да сборочка. Ну что это за тема-то? После еще парочки вылетов я обновил этот мод. И если он продолжит вылетать, то, видимо, на этой просто декоративной постройке наше прохождение завершится. Я надеюсь, что вылетов больше не будет. И я не хотел бы провоцировать всю эту систему на еще очередные. Получается, сейчас я должен здесь разместить генератор. Теперь сюда немножечко лавы, чтобы это все запитать. Сейчас попробуем также сюда закинуть эндер-резервуар, чтобы запитать систему с топливной станцией. И будем надеяться, что это запитывается. Ибо и в ином случае, если я захожу в этот интерфейс, просто крашится и вылетает сборочка. Мне не хочется пока лишний раз рисковать. Лучше все это делать, а потом только смотреть. Дальше нужно сделать планетный чип. В механическом создании расширенный механизм плюс чистый кварц. Создаем. Открыть интерфейс ракеты. Щелкнуть по отображенному элементу. Вставить чисто пустую ячейку. Получается, сюда чип я вставил. И надо нажать сканировать, наверное, или что? Так, компьютер, получается, у меня не засчитали. Сейчас я его заполучу и, получается, засчитали. И, судя по всему, хотел я сказать, что помогло перезапуск. Но, как вы видите, перезапуск и обновление модов не помогло. И снова у меня опять вылетела игра. Реально. Лучше эту ракету не трогать, я вас понял. Дальше смотрим. Получается, этот квест мы выполнили. Выбрать любой флаг, допустим. Ладно, белый флаг. И завершаем главу. На этом, по идее, у нас всё. Но, судя по всему, это реально всё. Это, по идее, вся глава, которая доступна. Это, по идее, вся ракета, которая доступна у нас. Но я не хочу рисковать и не хочу, куда лететь, если честно. Ага. Сюда, получается, нам воздух надо запихать. Сейчас запихнём. Но что-то как-то не особо, если честно. Мы просканировали эту структуру. Получается, у нас здесь есть ускорение, вес ракеты, топлива. Нету его. Воздух. Что значит воздух? Как сюда загрузить жидкость? Никто не скажет. Чтобы игра не вылетала ещё желательно. Ну, видимо, это максимум этой сборочки. Улететь куда-то не получится просто потому, что мы упираемся в производственные возможности. И это просто невозможно здесь. К сожалению, не всегда всё получается так, как мы хотим. И сборочка бывает не всегда тщательно проработана. У неё великолепное начало, мидгейм и то, что происходило в конце. Ну, тоже можно с натяжкой протянуть, сказать то, что да, это нормально. Но, если честно, уже ближе к концу игру, ближе к непосредственно полёту на ракете, начинается такая дикая нуднятина, к которой ты не особо и хотелось в это самое играть. Ну, и, соответственно, технические шоколадки, которые возникали на всем протяжении игры в эту сборку, оставило такой неизгладимый осадок. Хорошо, что мы хотя бы до этого момента дошли. И мне, в принципе, всё устраивает. И я считаю то, что мы с вами вместе прошли целиком и полностью эту сборочку. Следующая сборочка, я надеюсь, будет более проработанной и более интересной. Тем более, что мы выиграли в предыдущую версию. И сейчас мы будем играть в следующую. Если у вас есть свои предположения, какая это будет сборочка, или, может быть, свои пожелания, какую сборочку сделать следующей, то пишите, пожалуйста, об этом в свои комментарии. Ну и на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш покорный слугам Амору и великолепная сборочка Minecraft с модом Create. На этом всё. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok